Если кто-то думает, что в России сейчас за санкции стало меньше летать, нифига подобного. Полный аэропорт, все везде забито, народ везде куда-то летит. По России, из России, поэтому вот так вот. Итак, я сонный, опухший после пяти часов перелета в Дубае. У меня сейчас пятичасовая пересадка, чтобы потом в 15 часов лететь до Сан-Паула. Что хочется сказать? Ну, во-первых, есть уже традиция. Каждый год я лечу в два раза дороже, чем в прошлый. Первый раз летал за 46, второй там почти под 80. Сейчас я лечу за 140. Курс доллара не влияет на удешевление полетов, поэтому приходится как-то с этим жить. Из забавного я на какой-то фиг потащил с собой свой любимый перкуссионный массажер. И когда я его вытащил, во время пересадки, во время прохождения контроля, досмотра вещей, местный чувак аж глаза выпучил, испугался, что я ствол достаю. Но ничего, нормально, пропустили, даже докапываться особо не стали. Вот это вот пакетики из Дьютифри с водкой, да, потому что в багаже можно не больше 4-х килограмм, поэтому приходится тащить Дьютифришными пакетами. Вот ничего в жизни меня не выматывает от Тьютифришных пакетов. Реально, пока от гейта до гейта дойдешь, вот ты устаешь, либо бы ты потренировался. Не знаю, почему так, но реально ненавижу Дьютифришные пакеты носить. То, что сзади вот народ стоит, вот такой колбаской длинный. Это, короче, все очередь на посадку на самолет в Сан-Пауло. Вспоминая такой еще ковидный год, когда я летал с пустым самолетом и сидел один на трех креслах, как-то становится немножко грустно. Сейчас придется опять в притык сидеть, личное пространство людей уважать. Но речь вообще не об этом. Я чуть не проебал посадку, потому что на телефоне у меня было отключено автоматическое изменение часового пояса. А на часах не отключено. И вот, короче, сижу, и у меня на телефоне 6.50, на часах 7.50, а вылет в 9. Я что-то параноидц начинаю, думаю, дай-ка загляну, короче, в гугл, сколько там времени сейчас губая. Времени оказывается 7.50, и я, короче, побежал на самолет садиться. Это был бы самый пиздарный конец поездки. Короче, полет выливает в такую нормальную, приятную тусовку. Вот здесь сзади флаг России был бы жесток. Так что нормально. Полетим хорошо. По факту вот эти вот бразильские бабушки решили обуть стюардессу, отжали у них все на пасху шоколадок, взяли пивка, ничего покрепче, и вот сейчас двинулись с этим местом дальше. Короче, единственный вопрос, который мне задали, это, типа, зачем я приперся. Типа, бизнес, туризм, я сказал, что в Бразилии жужжицу тренинг, мне ошлепнули штамп, штамп, не задав ни одного вопроса больше. И вот я в Сан-Пауло и иду забирать вещи. На радостях обнаружил свои рюкзаки, а ломанулся уже к выходу, потому что я залабался. А ломанулся так, что попытался подскочить в узкий проход, со своей сумкой прищемил какой-то бабе руку к какому-то мужику наехал на ногу. А ничего, немножко страдания им не повредит. Короче, вот телега, я ее беру, думаю, что-то ручка люфтит, едет еле-еле. Ну, как бы, что досталось, что досталось. Сказалось, что надо ручку, короче, опускать, чтобы она ехала. А в итоге я просто толкал, как бы, заблокирован телегу, но я ее толкал быстрее всех. А, еще и забавно, вот ребята, я, короче, привозил им шмотки, у них контракт с российским брендом Coderet, и ребята искали из Coderet, кто доставит шмотки в Бразилию. Нашелся, соответственно, я. Больше вот никто у нас в Бразилию, в Россию не летает. Короче, подарил ребятам пачку конфет, бутылку водки и договорился снять видео про граффити в Сан-Пауло, потому что они, типа, из граффити культуры. Итак, раскрываем, показываем, что я привез в Бразилию, что я буду людям дарить. Тут у меня много подарков. Сразу кимомер из Пайтвира. Спасибо, Пайтвир. Шоколадные конфеты. На самом деле, что забавно, Бразилия, это вот место, где выращивают кофе, где выращивают шоколад, но его делать, и они его не умеют. Вкусно. Поэтому я приложу Бразилию со шоколадных конфет. Гречка. Андрей меня просил привезти гречку, потому что она здесь не растет. Люди, как бы, наслышанные о какой-то легендарной русской крупе. И вот, как бы, гречка. А отец Андрей хочет открыть здесь музей. Он говорит, сделать здесь музей русской игрушки, поэтому я привез русских народных игрушек. Это вот качели. Вот такая вот трещотка. Башни детские, Крылова. Вряд ли здесь кто-то сможет их прочитать, но, возможно, будет Андрей читать, переводить на португальский. Ложки. Ну, здесь без слов, ребята. Это классика. Вот это вообще отдельная тема. У меня есть набор майка от бренда Mother Russia, такой, с максимально русскими принтами. Ребята, в подарок. Максимально стереотипичные конфеты такие. Вот прям Россия! Куклы. Вот такая вот снегурочка. Это какой-то музыкальный инструмент, которым как-то, наверное, надо уметь пользоваться. Но я особо не понял. Бабаевский, Аленка Вдохновение. Это, ребята, я попрошу, кокошник. Какой я был музей русской культуры без кокошника. Вот теперь у нас будет здесь кокошник. Теперь подарки для взрослых. Ребятам, которые соскучатся по родням, пятилетний Арарат Коньяк и тринадцатилетний Дагестан. Водка Белуга Трансатлантик для мистера Цицера Косты. И вот эта бутылка специально для моего товарища Андрея Хазова. Водка Мамонт. Я считаю, что это самая лучшая водка. Завернуто все это богатство было бы в фирменную кофту Стрела, которая отправляется вот туда человеку, сидящему за камерой. Снимать его не надо. Сережа Хазов. И еще Рашгарды команды Стрела. Спасибо Дмитрию Геннадьевичу. Не только Рашгарды. И куча всякого, всякого, всякого. Другого для меня лично. Рашгарды команды Стрела. А ты волосатый? Там трек есть еще. А кто? Похож на нашу? Смотри, Сверх. Ну так посмотрим. А, ну похож. Все уродливые, они в одном зале в Питере собираются. Завернуто. тех cartoonette пожалуйста, но что помô айммм всё сидим inadequate не дайте мне там онаませ ком transistor здесь здесь Попрош rip Temп павли павли аслпа павли по а в трясутся buenas павли павли так я fall итак всем привет с вами панков сейчас я сижу просто жду персонал я хочу чтобы это видео стало такой небольшой аннотации для моего блога то есть это уже третья поездка в бразилию и это уже стало каким-то ритуалом для меня да то есть я летом стабильно выезжаю не меньше чем на месяц я приезжаю тот же город живу в том же месте тренируюсь в том же зале я не хожу в гости другие залы мне это реально абсолютно не интересно хожу тренироваться почти три года в одно и то же время ну то есть минимально дергаюсь не в направлении живут сюда и снимать третий год подряд блог о том как я хожу туда-сюда это не очень интересно но в этот раз будут небольшие отличия во первых будет поездка в несколько городов вот поездка в рио что вот я про это тоже снимал но и в эту сниму да будет поездка в флорианаполис где я покатаюсь на серфе будет поездка в порту аллегрии где я просто погуляю город смотрю да помимо этого будет подготовка к турнирам это сейчас подготовка гранд слэму который будет уже вот через два дня в рио это бразилия нэшнлс и биджев на луги 14 августа и это командный турнир и джи пик когда я буду участвовать за команду царя косту дмитрий генн ищи леваки мне вот разрешил поэтому буду представлять достойную команду плюс сейчас здесь несколько русских ребят я планирую отснять их планирую снять с ними блоги планирую снять с ними обучалки поэтому я надеюсь в этот раз сделать много нового контента который я не делал до этого уже в субботу гранд слэм и сегодня ребята догоняют вес восстанавливаются и сильных себя не утомляют юс на то не гоняет вес это я я 5 килограмм запаса до 120 парни будут бегать здесь по пляжу как спасали спасатели спасатели малюбу никогда не не были такими страшными уродливыми и короче вот это не говорит типа сначала штаны снимаем подхожу в лей в шортах он как кофту снимай нихуя ему не нравится доеду богану